В тот день никого из знакомых мне не удалось соблазнить прогулкой к Учинскому озеру, чтобы поохотиться на уток. Погода чудесная, тепло, сухо, небо прояснилось, но не терять же такую возможность. Делать нечего, собрался ехать один. Наполнил термос чаем, предварительно покрошив в него кусочек яблока, нарезал бутербродов, снарядил патронтаж, только что закатанными патронами с дробью номер четыре, надел костюм, подаренный еще лет десять назад офицерам бригады спецназ ГРУ, когда его часть расформировали, затем натянул болотные сапоги и завел в свой старенький форт. Дорогу по пыльной грунтовке заняла минут двадцать, а потом я свернул в густой ельник и поставил машину на поляне передом к выезду из леса. Вытащил из чехла верную ижевку, нацепил портупею, патронтаж с охотничьим ножом в ножнах слева и компактным, но очень мощным фонариком в чехле справа. Закинул рюкзак за плечи и двинулся в чащу. В густом ельнике полусумрак, пахнет хвоей и грибами. Вот отчетливо след кабаньях копыт прямо по лесной дороге, по которой я иду. Вижу, сикач не спеша трусил в том же направлении, куда я направляюсь. Думаю, нужно на всякий случай зарядить пулю. Остановился в скопанной полянке, наклонившись строгую землю рукой, в том месте, где кабан словно лопатой снял слой мха и рыл грунт, выискивая сладкие корешки. Рыхлая земля, легкая. Сердце забилось глуко и часто. Слева крутой обрыв, метрах 70, а далеко внизу озера. Туда кабан не пойдет. Значит, достаточно много шансов на то, что дойдя до конца дороги, он упрется в заброшенный хутор и свернет направо к развальным колхозной фермы. Я знаю то место, там узкий перешейк между оврагами, и кабаны всегда переходят от озера именно по этому перешейку. Ускоряю шаг, забираю вправо, иду на перерез к тому месту, где кабан непременно появится, если он еще не ушел раньше. Шансов немного, но есть. Единственный способ проверить – выйти на перешейк и посмотреть, есть ли свежий след от перехода. Через 15 минут ускоренным шагом пот уже стрелся по лбу, заливая глаза. Дыхание сбилось, остановился послушать. Вдруг – звук приближающегося вертолета со стороны Латвии. Слышу – низко совсем летит. Это странно. Тут международный воздушный коридор и большие ограничения по высоте для пролета международных рейсов. Самолеты идут на эшелонах от 7 тысяч метров и выше. Вертолеты пересекают границу на эшелоне минимум 2 километра, а этот свистит прямо над головой, чуть не набреющим. Прислушиваюсь звуком леса, втягиваю ноздрями воздух в надежде уловить запах. Сикач обычно распространяет такой смрад, что его чувствуешь в радиусе метров 70. Почувствует его без труда, даже такой заядлый курильщик, как я. Вдруг слышу свист с неба. Бомбят, что ли? Или отвалилось что-то? Не успел сообразить, как послышался звук падения чего-то тяжелого, треск сучьев и глухой удар о земле. Ёкарный бабай! Тяжелое предчувствие сдавило сердце. Не знаю, что это такое, но ощущение неотвратимой беды нависло осязаемой тучей. Бегу по направлению к месту предполагаемого падения. На ходу отмечаю направление полета удаляющейся вертушки, которую визуально я так и не зафиксировал. Слишком плотно сомкнуты кроны деревьев над головой. Через минуту лес начал редеть. Стали встречаться сосны и березки. И вот вижу. Огромная строевая сосна лишилась макушки и частью сучьев с одного боку. У основания ствола на груди свежесломанных веток вижу распластанное тело. Тяжело дыша, с внутренней дрожью подхожу ближе. Мда, картина та еще. Это совсем недавно было мужчиной лет 30, явно не слабым, высокого роста и с накачанными мускулами. Лежит лицом вниз. В черном костюме, коротко стриженной. Одна нога сломана в колени и завернулась под живот. Вторая тоже неестественно торчит в сторону. В белом носке из штанины торчит кость, на которой висит на сухожилии стопа в носке. Вижу струйку крови, вытекающую из уха. Что-то заплохило мне. Поплевался, сделал несколько глубоких вздохов, трясущимися пальцами достал сигарету из мятой пачки и закурил. Делаю одну глубокую затяжку, вторую. И тут понимаю, что нужно уносить ноги. На левом запястье покойник остальными наручниками пристегнуть черный кейс. Что за осадки нахрен в этом году? Лучше бы рыба с неба падала, а лучше готовая колбаса. Но вот трупы из облаков — это не вписывается в школьный курс природоведения. Тут меня осеняет. Достаю из нагрудного кармана смартфон и торопливо отстегиваю заднюю крышку, вынимая аккумулятор. Надеюсь, не засекут моего присутствия в районе трупопада. Надо валить отсюда срочно, но... Человеческая жадность просыпается в моей душе и словно змеи-искуситель начинает овладевать моими мыслями и чувствами. Теперь редко случается, что нашедший оброненный кем-то кошелек громко спросил окружающих, кто потерял кошелек. Теперь люди, воровато оглядываясь, проверяют содержимое находки. Если там пусто, просто выбрасывают ее в урну, коряя бога за то, что это он не послал тысяч пятьдесят, а лучше сто пятьдесят. Вот и представьте мое состояние, когда я отчетливо представил, что все пространство внутри портфеля наполнено рядами пачек с купюрами достоинства в пять тысяч рублей в банковских упаковках. Какая первая мысль? Правильно, все как в голливудском боевике. Я сорвал куш и ни за что не упущу жар птицу, коли ее хвост уже в моей руке. Это настоящий шанс, единственный в жизни. Все, сознание омрачено. Уже перед внутренним взором новая крыша дома, новая тачка, полное погашение всех долгов по кредитке и долгов жены перед банками-кредиторами, которым она задолжала чуть не полмиллиона, обанкротившись на торговле женскими трусиками и лифчиками. Решение принято. Достаю из ножен своего помощника из медицинской инструментальной стали нож-ермак, за 12 секунд отделяю по суставу кисть руки от предплечья, сдергиваю наручники или чубиком к машине. Через час я уже в гараже своего дома усердно размышляю, что с этим чемоданом теперь делать. По весу полупустой, что-то там болтается, но не внушает уверенности, что это тугие пачки купюр. Кодовый замок какой-то необычный. Рядом небольшое углубление, повторяющее форму и подушечку пальца и светодиод. Наверное, когда владелец после набора кодовой комбинации на замке прикладывает какой-то из своих пальцев, светодиод загорается зеленым, и ларчик мелодично открывается. Либо горит красным светом, если доступ не санкционирован и звучит бум. Что делать? Болгаркой? А если там газ или краска какая? Если вообще рванет. Мысли прерывают шум мотора на подъездной дорожке перед домом. Вижу через щель в воротах видавшую виду черную Волгу, которая остановилась перед домом. Правая дверца распахнулась. Ко мне идет мужик в черном костюме, лысый в черных очках. Водитель остался за рулем и тоже в черных очках и белой рубашке с темным галстуком. Ребята, это не смешно уже. Но не верю я в людей в черном, так что они у меня во дворе делают? Андрей Викторович, что вы хотели? Просто поговорить. Идемте. Сядем в машину. Мне здесь хорошо. Говорите. Не надо. Только не надо. Вы же не дурак, я думаю. Пассажир садится на свое место спереди, а мне указывает кивком головы на заднее сидение. Сажусь. Что делать-то? Дверцу оставляю приоткрытой и закуриваю сигарету. Ох-ох-ох. Бросайте, вы курите, уважаемый. Дольше проживете. Ладно, к делу. У нас есть все основания полагать, что вы обладаете неким предметом, который вам не принадлежит. У меня засосало подложечкой, во рту пересохло и очень захотелось в туалет. Парклетая диарея. А еще мне захотелось отмотать время назад. И если бы все начать сначала, я поехал бы не в лес, а на мелиоративные канавы карасей ловить. Простите, у кого это у нас? Можно узнать, кто вы и откуда? Я думаю, что вы будете рады не знать этого. Как вы так быстро меня нашли? Вы же в 21 веке. В кейсе маячок. Ну и с помощью мобильника, разумеется. Черт, ну идиот же я. Думал, что вынув аккумулятор, застрахую себя от передачи исходящих данных. Да, они сразу определили сигналы, каких устройств поступали из района падения их коллеги или кто нам приходится в интересующий промежуток времени. И улыбнулись, когда увидели исчезновение одного из сигналов. Им даже не пришлось остальных проверять. Кто исчез из поля антенн GSM, того и хватает, как все просто-то. Что нужно сделать? Открыть багажник нашей машины, положить у него то, что вы добровольно сдали властям, закрыть багажник и забыть навечно о том, что вы сегодня ездили на охоту за утками и при этом гуляли по лесу с полями в стволах вместо дроби. Я просто дар речи потерял. Ладно, с мобильником ясно все, но как они про поле могли знать? Не парьтесь, я не экстрасенс. Никакой мистики или эзотерики. Чисто научно-технический прогресс. Я вижу, вы приняли правильное решение. Итак, начните с выполнения первого пункта. Откройте багажник Волги. Остальные пункты вы помните. Приступайте. Несколько минут я стояла на улице, глядя вслед удаляющимся инопланетянам. Машина уже поворачивала на перекрестке в двух кварталах от моего дома, когда оглушительный взрыв разнес вторую Волгу просто в труху. В открытой рту я потрясенно наблюдал, как разлетаются обломки во все стороны из огненного облака на том месте, где только что были двое агентов в черном седане. Ударная волна была такой силы, что даже на расстоянии более 200 метров от эпицентра меня словно со всего маху боксерской грушей огрели, и я ударился спиной жестко о землю. Послышался звон выбитых окон в соседних домах, а над перекрестком начал подниматься дым в виде ядовито-оранжевого гриба. С виду точь в точь, как гриб ядерного взрыва из документальных кинокадров. Все прилегающие к месту взрыва дома мгновенно воспламенились и заполыхали кострами неестественно зеленого цвета. Меня как ветром сдуло в гараж. Я заперся изнутри, сел задницей на верстах, заваленный промасленной ветошью и баночками с болтами и гайками, и начал осмысливать происшедшее. Этот гриб, это зеленое режущее глаза ярким светом пламя, что это могло быть? Неизвестное оружие? Это вообще в реальности или снится? Где-то в настенном шкафу с весны осталась початая бутылка водки. Налил сразу полстакана, выпил не закусывая, закурил и тут же налил еще половину граненого грязного стакана. Опрокинул себя и почувствовал легкое сжение на коже лица и кисти рук. Удивленно посмотрел на руки и обнаружил, что кожа стала бледно-оранжевого цвета, точно как гриб на месте взрыва. Ворвался в дом, в гардероб, глянул на лицо и не узнал мужика, который смотрел на меня оттуда. Безумные расширенные глаза, искривленный рот на постаревшем, осунувшемся лице оранжевого цвета. Приплыли. Пошел в свою комнату, не раздеваясь, рухнул лицом на подушку и мгновенно провалился в крепкий сон. В течение следующих пяти дней неизвестно откуда взявшиеся строители полностью восстановили пострадавшие здания, бесплатно заменили все вибитые окна, заровняли гигантскую воронку на перекрестке и полностью заменили асфальтобетонное покрытие обеих улиц. Целая армия гастарбайтеров из братских азиатских республик совершила невозможное. В кратчайший срок, работая круглосуточно, она не только полностью уничтожила следы катастрофы, но вела на настоящий лоск на улицах, которые не видели дорожной техники годами. Появились настоящие тротуары из брусчатки, ровные поребрики, новые канализационные люки. Масштаб ремонта наводит на мысли его вероятной запредельной стоимости. Откуда уничтожили администрации такие резервы? А ведь несмотря на отсутствие погибших и раненых, каждому пострадавшему от пожара бесплатно сделали ремонт и выделили баснословные денежные компенсации, на которые люди не только обновили мебель и бытовую технику, но и смогли обзавестись, кто недорогим автомобилем, а кто трактором или самоходной газонокосилкой. Во вторник, когда цвет кожи на моих руках и лице приобрел естественный цвет, в очередном номере района газеты была опубликована заметка о несчастном случае на перекрестке улиц Рижская и Пограничная. Там было сказано, что молодая семейная пара отправилась на дачу на своем автомобиле, который внезапно на ходу взорвался. И причиной взрыва послужил неисправный бытовой баллон с сжиженным газом, который супруги везли с собой. Ни про грипп, ни про пожары, ни слова, ни полслова. Да и разговоров по городу как-то совсем не было по поводу загадочного происшествия. Очень странно, учитывая, что даже чью-то семейную драку тут принято обсуждать неделями, пока не случится очередное резонансное событие. Супружеская измен, развод, незапланированная беременность. Все молчат, как рыба об лед. Удивительный феномен. А через месяц, услышав вопрос о взрыве, любой горожанин морщил лоб, усиленно вспоминал, потом хлопал в ладоши и восклицал. Ах это, когда газовое оборудование в машине загорелось. А я и забыл уже. Надо же, как быстро такое событие вылетело из памяти. В общем, совет вам такой. Не попадайте под трупа и чемодана падая. Может плохо отразиться на здоровье. Особенно на памяти.